Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор WarCup 272. Карта у нас от небезызвестного GT Unwind, который славится очень классными динамичными картами, которые визуально очень неплохо смотрятся, как мы видим уже на старте. Ну и давайте посмотрим ее. Собственно нам дают на старте Battlesuit, который бесконечный. Ну или придется ждать очень долго. Ну и пушек нету, придется стрейфить куда-то вперед. Давайте подстрейфим. Здесь у нас мостик, который с фул детализацией, наверное, да? В том смысле, что допустим вот здесь вот дырочка, а может быть и клип, потому что я просто не могу провалиться. Но как будто, видите, как будто каждая ступенька меня повыше поднимает. Возможно, просто очень хорошо сделанный клип. Это же не карта Аймура, правильно? Так, идем дальше. Здесь пока ничего нет. Сделано все очень красиво. И нам надо падать вниз. Так. Здесь мы упали, ни рампы, ничего нет. Значит, там у нас телепорт. Значит, нам нужно прыгать просто вперед. И здесь уже видно, что при хорошем серкле можно перелетать эти пады. Так что, я думаю, можно эти трубы использовать для того, чтобы не падать в воду, а, собственно, перелетать в пад и срезать себе, допустим, прыжок. Но, опять же, так как они круглые, могут появиться некоторые проблемы с этим. Ого. Здесь где-то повыше. А, вот это. А, здесь поломано и, собственно, вот это выше. Да, может быть, это игрокам даже и мешало. Выглядит, по крайней мере, не очень хорошо. А, вот здесь, судя по всему, текстуры очень плохо сделаны по размеру. Хотя, может, он так и хотел. Тогда, почему-то здесь не светится. Ладно. Не будем докапываться. Так, проходим телепорт. Нам дают плазму. У нас есть стена, по которой плазмить. Дальше два красных. Так, непонятно пока, зачем нам нужны красные. Так, сейчас я смогу сделать КБ. Непонятно вообще, зачем красные, так как у нас есть батлсьют. Но, тем не менее, здесь у нас потом такая рампочка идет. То есть, обычным прыжком мы не запрыгнем. Тем более, что здесь высота 56 юнитов. То есть, на высокой скорости мы ни в коем случае не сможем залететь сюда сразу. Поэтому, наверняка, надо будет делать какой-нибудь плазмоджамп, чтобы не терять скорость и сразу туда залететь. Так, мы падаем вниз. Что тут вода? Так, нам надо плазмить по стене. Здесь небольшой косячок, но ничего страшного. У нас отбирают плазму. Далее нам нужно просто растрейфить. И здесь, казалось бы, джемпад. Но никуда наверх не надо. И здесь у нас кнопка. Она открывает джемпад. Дают ракету. И надо идти вперед. Пошли вперед. Налево, направо никуда нельзя. Надо наверх. Здесь у нас есть гранаты. Если у вас вдруг 2х не получился. Здесь очевидно. Но 2х, 3х. Надо делать. Поднимаемся наверх. Здесь надо даже рампать в потолок. Чтобы от нее, если что, отстрелиться с большой скоростью. Ну и здесь приземляемся. И, собственно, все. Такая вот и карта. То есть, на самом деле, она для обычного прохождения не очень-то и сложная. А чтобы пройти ее быстро, естественно, нужно будет постараться. Ну, давайте попробуем более-менее быстро как-нибудь пройти. Не уверен, что у меня это прямо получится. Но, тем не менее. Здесь, после этой стрейфовой части первой, нужно по-любому резать пол прыжка, грубо говоря. И сразу начинать падать вниз. Без лишнего прыжка у края. Так, здесь нам дуют плазму. Возможно, здесь можно теледжампом вылететь. Давайте проверим. Что-то у меня ГБ сегодня не получается. Или, допустим, не делать там прыжок, а... Нет, теледжампы тут нету. Эх, старость. Ну-ка, Буэта, ну ты что? Что такое-то? Вот, с плазмоджампом мы спокойненько залетаем. Так, здесь нам надо сплазмить по стене. И нужно плазмить очень хорошо. Сразу можем открыть себе дверь. Эх, ну ладно. А, здесь у нас еще такая рампочка есть. То есть, возможно, можно разогнать себя. А здесь рампа. А на высокой скорости, интересно, можно сделать деблджамп? Или здесь, да? То есть, попасть прямо на рампу с руки-джампом. Так, ты здесь стоишь? А, он скатывается. Нет, только вот эта рампа. То есть, можно в теории, наверное, эти рампы как-то заюзать. Возможно, топ-1 так и делал. Ну, давайте заново. Просто тихонечко пройдем. Так, здесь у нас поворот. Здесь, наверное, надо врезаться. И вот таким вот, таким-то образом. Давай! Давай! Чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Мы и так справимся. 57. Ну, такая вот карта. В общем, я не знаю. Ну, тут ничего нету. Она, по сути, прямолинейная. Вот, единственное, можно сделать ГБ. Здесь, возможно, можно по вот этой штуке прыгать. Что нам, собственно, изменит спейсинг. И мы сможем, допустим, не делать лишний прыжок. Как-то вот так, да, например. Здесь, ладно, бог с ним, так пропрыгаем. Выходим из телепорта сразу ГБ. Так, здесь я опять все забываю, что надо... Так пропрыгать. Здесь мы опять... Нет, нет, не зафейлили. Блин. Показалось, что зафейлим. Да ладно. Ну и здесь, естественно, можно сразу отстрелиться вниз. И тогда намного быстрее попадешь на финиш. А финиш срабатывает, судя по всему, при падении на пол. Но я думаю, мы в демках это еще увидим. Ну и давайте, наверное, к демкам и перейдем. А здесь у нас... Кстати говоря... Старт у нас здесь начинается. То есть мы можем накрутить себе условных каких-то фиджампов. Плюс здесь у нас еще рампа. То есть мы можем вообще сделать как-нибудь... А, боковые соскальзываются. Окей. То есть мы можем как-нибудь даже навернуть вот так вот. И это будет гораздо быстрее перелететь. А, вот у меня падал сьют кончился, да? Ага, и как я сейчас... А я его не собрал, да? Это рип. Ну да ладно. В общем, я думаю, что здесь можно еще и наверх куда-то забраться. Еще сверху на эту рампу упасть. И очень много скорости поиметь. В общем-то, получается так, что... Несмотря на то, что карта геймплея на очень даже ничего. Но она получается очень... Сломанной и неприятной ее, по идее, играть. Ради удовольствия, по крайней мере. Потому что здесь надо дрочить по-любому вот этот фиджамп. Ну давайте посмотрим в демках, что нам предложили, что у нас есть. Так, сейчас я запись проверю. Надеюсь, меня слышно хорошо. Качество, надеюсь, тоже неплохое. Так, Warcube. Поехали, в ИКУ-3. Комполомус 53.0. Начинал с обычного, даже не церкла. Просто кнопкой вперед прыгал. Здесь, слава богу, все перелетел, все ямочки. Здесь, естественно, со вторым прыжком. С плазмоджампом. Еще плазмоджамп. Играл в онлайне, судя по всему. Так, здесь тихонечко приготовился. Перелетел. Очень долго в дырку падал. Да, неплохо, неплохо. Но чувствую я, что Комполомус не очень-то хотел эту карту играть. А коль не очень хотел карту играть, то можно и не играть, тогда никто ж не заставляет. Но, тем не менее, демка чистая. Как бы нигде такого ничего не ошибся. Все нормально, единственное, что медленно. 52.7. Ку-3 гикс. Ну, Ку-3, кстати, тоже, наверное, как-то хитро можно начинать старт. Так, здесь с предварительным прыжком. Угу. Возможно, не хватало стрейфа, и он не долетал. Здесь тоже с прыжком. Я думаю, что Ку-3 гикс прошел часть с ракетами гораздо быстрее. А во всем остальном он медленнее. Пока к прыжку приготовится, пока подойдет к точке, с которой ему надо прыгать. Это все очень долго делал. И здесь быстрее... Да, он быстрее вылетел. И без всяких ракет наперед, просто взял гранату. Прекрасно понимаешь, что он их не словит. По крайней мере, не в этом месяце. Ну и 52.7. То есть, вот разница... Ой. Разница вот в 300 буквально. А как бы ракеты намного быстрее. Единственное, старт вот как-то долго-долго готовишься ко всем прыжкам. Это нужно, конечно, тоже искоренять. Ку-3 лекс перебил на 3 секунды своего товарища. 49.5. Пока очень даже все неплохо. Без предварительного прыжка, просто перелетел. Сразу видно next level play. Здесь поднялся повыше. И тоже особо не готовился. Секла еле-еле долетел. Начинает, судя по всему, нервничать. 2х в пол. Неплохо будет ли рокет наперед? Рокет наперед есть, но... Возможно, у него иногда получалось это. И он попытался, он каждый раз пытается. Но если нет, так нет, тогда пройду так. Очень хорошо залетел наверх. И неплохая ракета на финиш. 49.5 в итоге. Очень большой разрыв. Еще 4 секунды. Точнее, 5. Да? Чего-то... Почему 4? Еще 5 секунд срезал Пашка. 43.4. Так. Очень интересный начало. Собирается мыслями. Морально готовится. Карта непростая. Нужно ошпарить себя горячим полотенцем. Выпить кофе. Так. Очень долго пьет кофе. Кстати, такое бывает. И, ребят, я вам рекомендую, когда вы куда-то отходите, вы приходите, нажмите килл. И начните просто заново. Не надо начинать прыгать. Тем более... Ладно, типа, если вы на сервере где-то еще, это без разницы. Но... Вы же отправляете на варкап дэмку. Ой, здесь без остановок. Сразу быстренько все пролетел. Здесь тоже все быстро. Все без остановок уже. Так. 2х. Будет ли 2х в стену? Нет, не будет. Просто очень быстро добрался до гранат. Возможно, он там одну ракету зафейлил. Возможно, из-за этого у него и не получилось. И финиш тоже достаточно быстрый. 43 и 4. 48. Бразаров. Не забываем, что у нас работают призы за оригинальность. Не то, чтобы это вам дало дополнительно очков или увеличило ваш скилл, но я думаю, что это все равно приятно. Тоже пока все быстро, все очень четко выполняет. Так. 2х в пол. Не очень хорошо словил. Будет ли 2х стену? А. Зафейлил прыжок. Да. Но здесь не очень удобный 2х. Такой. Такой стену. Будем откровенны. 2х не очень. Ну, это я, конечно, еще смягчил, но все равно. Волканоид. 39.6. Как-то какие-то проблемы у него с... О! О! Я говорил, трубы можно заюзать. Неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Так. Пока что это... Ну, я не думаю, что это прям оригинально. Но пока что Волканоид кандидат у нас. А так пройдено все достаточно медленно. Очень быстрый спуск. 2 хороших ракеты и будет ли да. 3х получается почти. Вот за счет собственно финиша и старта с трубой он и вытащил как бы свой тайм. Но в остальном подтягиваюсь. Утро ранее я пишу для вас, ребята, если что, простите, если я вдруг сонный какой-то или еще что-то. В общем, Волканоид красавчик. Нашел трубу. Не знаю, сам не сам, но все равно попасть и выровняться, потом еще это все прострейфить и не зафейлить в целом карту, учитывая, что это труба на старте. Это очень почетно, так скажем. Стронгест. 38.4. Давно стронгеста не было. На секунду перегнал Волканоида. Давайте посмотрим, каким образом будет ли использовать эту же трубу. Стрейф хороший. Трубу не использует. А значит, что у него просто все пройдено очень быстро. Ну, не то, чтобы очень, вот здесь запоролся. Это, конечно, да. Надо было уже килл нажимать. На стронгест, ну ты что. но пройдено гораздо быстрее. Ой-ой-ой, какой 2х словил. Вот, вот, кстати, ребят, вы делаете все прыжок в дальнюю стену. Вы можете остановиться, соскользнуть как бы с ближайшего края и отстрелиться от той стены. И благодаря этому вы сэкономите, я не знаю, ну, может 300, 400, может даже больше. Имейте ввиду. А стронгест просто вот реально чистенько. Правда, одну ракету зафейлил, когда спускался вниз. Ну, быстро, чисто, никаких претензий вообще. Ван Деды возьмем к зергу, будешь с зергом общаться, там все так классно. Не ходи, не ходи к нам. Декус 38,4. Очень долго прыжок, кнопку жмет. Это прям минус тебе в карму. Так, с дополнительным прыжком. Но, как мы выяснили, дополнительный прыжок здесь вовсе не нужен, и он является просто вспомогательным, а не обязательным. очень хорошо быстро спустился на плазме. Так, хороший 2х. Здесь тоже очень хороший 2х. И вот здесь можно по внутреннему краю, а вы все прыгаете зачем-то к дальнему. Ну, да ладно, посмотрим. Так, хейст, 34,6 на 4 секунды. Так, использовал веревочку, чтобы сразу перелететь, все хорошо. Блин, волканоид, неужели ты топ-1, топ-2 использовали эту трубу. Так, неплохо, хорошо придумал. ой-ой-ой, три ракеты закинул. Ну, здесь вот, в этом случае, да, надо, естественно, лететь к дальней, потому что вы не приземляетесь. И то он, на мой взгляд, с хорошими ракетами в стену можно стараться подлетать тогда сразу к рампе. Там же рампа наверху, и она вас еще дополнительно толкнет. То есть, это, по идее, будет быстрее. 32,7 Этерноли Дранг, неплохо. Чувак поднялся, так сказать, с тех времен. 2 секунды разница. Так, тоже использует веревочку, чтобы перелететь. Очень хорошая плазма. Великолепная просто плазма. Хорошие ракеты. Так, 3x в стену. И, а вот, финиш долгий. Финиш, к сожалению, долгий. Но, блин, как-то быстро, да? Как быстро выглядит. Так, бридж. 20, 31, и 2. кстати, топ-3 это у нас хейст, топ-2, это Этерноли Дранг, с чем его поздравляю. И бридж, топ-1, 31,2, на полторы секунды почти. Точнее, не почти, а точно. На полторы секунды. Быстрее, давайте посмотрим. Будет ли использовать трубу? Да, он использует трубу. Извини, волканоид, я уже был готов отдать тебе приз оригинальность, но... Ну, блин, волканоид использовал стратку топ-1 игрока. Это, я думаю, что очень круто. Сразу в дырку упал. Угу. И здесь просто 2x. Вот, и финиш тоже достаточно быстрый. Хотя, можно, естественно, побыстрее, но в Q3 дело такое, знаете, тут рокеты наперед кидать как бы, ну, кто знает, тот поймет, в общем. В общем-то, очень классные демки. Все демки очень классные в Q3. Не было никаких демок, где прям человек запоролся, что-то туда-сюда побегал и так далее. Все очень хорошо. Ну, и спам. 49,9. Q3 Lex. В цпм, вероятно, вообще можно без остановки это все делать. Естественно, мы это увидим где-то на верхушке. Не очень оптимальный угол для плазмы, но у него получилось. Ну, нормальный, 2x. Да, это была хорошая попытка. Ты пытался, ты пытался. Плюсик в карму. Хорошо затаймил гранату с ракетой. Вот, и по внутреннему, по внутренней стене Q3 Lex. Молодец. Devcoms.ru 47,2. Это кто это у нас такой? Devcoms.ru RX-8. Очень долго жмешь прыжок. Очень долго прям жмешь прыжок. Это очень негативно скажется на наборе твоей скорости, если ты вдруг не знаешь. спиджампом. Так, остановился. Прямо сделал установку, но по крайней мере заплазмил хорошо. Еще здесь подготовка очень долгая к серку. Почти хорошо словил ракету. Ну, и даже не пытался, естественно, делать 2x в стену. и финиш достаточно неплохой. 47,2. Очень даже, очень. Так, Серг Гикус Поланд. Поланд. Бразер. Почти перелетел, Неплохая плазма. Ай, плазмоджамп не получился, на этом очень много потерял на самом деле. Просто завернуть хочется. Пэн, да? Неплохо, неплохо. Там, кажется, еще ГБ можно сделать, да? Ну, вот это уже демка считается с фейлом, по идее, потому что он и... но здесь ладно, как бы он не упал сразу. А вот где там, где у плазмы, где он завернул просто стрейфом, там он, конечно, получается, что зафейлил и второй раз прошел этот момент. Естественно, лучше было бы нажать килл, и он бы перебил Сената, например. Итак, Сенат 43.5 Томми из GTA. 2Х не очень хорошо словил, но скорости все равно достаточно было и мог бы сделать вроде бы 2Х. Какой-никакой всяко было бы быстрее, чем с гранатой подниматься. Ну и здесь просто тихонечко спустился, опять же, без внутренней стены. Хотя, ладно, в ИКУ-3, возможно, там не очень удобно, потому что стена кривая, но все равно ты, по идее, при хорошем отстреле попадаешь на финиш и происходит это гораздо в разы быстрее, чем обычно. 39.8 Начас, гоу. Сервер валетов Начас, гоу. Так, с предварительным прыжком. ГБ! ГБ! А значит ли это, что можно сделать ГБ с плазмоджампом и сразу наверх залететь? Очень интересно. Так, так, три, нет, три не будет ракеты, но все равно выглядит все очень даже неплохо. и что-то рисует и что-то рисует нам звездочку из Боша, но мы ее не увидели. В Вейт Тадо или Ватит Тадо, я не знаю. Так, тоже использовал трубу. Вот мне кажется, здесь можно прям по трубам все пропрыгать очень быстро. Тихонечко прошел плазм. Очень долгая подготовка была, но главное, что без фейлов. это главный. Красиво. Пишем красиво в чат, пишем в комментарии, везде, кто смотрит премьеру. Всем привет. Лунтик красава. Хотя Лунтика здесь нет, значит и не красава. Ну да ладно. 37.3 Вайландс из Узбекистана. Привет, дружище, давно не видел тебя. Как-то очень много он. Но это для того, чтобы на трубу попасть. Как-то очень много вильяний. Вильяне это не очень хорошо. Почти ГБ. Почти. Так, тоже с трейфом без фейла. Прошу заметить. Так, неплохая ракета. Воу-воу-воу. Почти, почти вторую словил. Может быть даже словил, но совсем чуть-чуть. И здесь ракета себя вниз не толкнул. На этом тоже потерял. Но в целом очень раз ничего, да? То есть мы увидели демку уже без фейлов. И с этим огибанием плазма клима. Геймрок 35.2. Геймроку, как мы знаем, помогает наш господь бог. поэтому он перебил собственно и вайланса. Так, без трубы. Без предварительного прыжка. С первого раза сразу залетел, нигде не заступился. Это хорошо. Не готовился очень долго к плазма климбу. Это тоже очень хорошо. Падает быстро. Ракеты хорошие. будет ли наперед. Да, просто одну кидает. Хорошо ее ловит. Ай, зацепился, зацепился. Вот напиши, напиши, что ты обычно не зацеплялся в конце. И ты вылетал просто. Вылетал сразу на финиш. Скажи мне это. И это просто ну очень классная демка Геймрок. Молодец. Прям вы все так ребята выросли. Вы все такие большие стали. Скоро меня будете перебивать сучары. Skyx 35 1 на соточку перебил Геймрока. Так, а я видел Skyx в кче по-моему Skyx играл где-то я видел на каком-то стримчике с кем-то он играл. Так, все очень даже неплохо, все быстро. Вот здесь единственное как-то он долго плазмил прям на одном месте. Очень много потерял. Ракеты неплохие, но скорости слишком много. Хотя не знаю как в ЦПМ лучше. Понятно, что в Ку-3 допустим лучше закинуть побольше ракет. А в ЦПМ это очень спорный вопрос бывает. Потому что лететь невысоко и если типа прыгать со скоростью 1000 и кидать там две ракеты или лететь со скоростью 1300 кидать одну ракету это нужно тестить. И я думаю, что мы узнаем наверняка правильный вариант Клишу Икаруса, который с большим отрывом перебил Хейза. Но в общем-то не знаю. На мой взгляд на мой взгляд как я думаю исходя так сказать из опыта из жопы-то так как подниматься не очень высоко нужно набирать с двух ракет которые ты там в стены стреляешь максимально большую скорость не кидать наперед а подниматься с рампой из моего опыта это будет так а лучше кидать ракет куда-то наверх и после рампы его еще ловить возможно Икарус так и сделал 35-4 вулкан тоже с трубой но он притормаживает очень а мне кажется что можно найти спейсинг просто по трубам либо где-то под где-то трубу заюзать я думаю что этот вариант имеет место так очень хорошо попал в трубу вот вот про что я и говорю только нужно естественно побольше скорости и возможно еще куда-то наверх туда в саму трубу уже под трубу кидать рокет ну посмотрим а демка очень хорошая очень чистенькая все очень быстро еще рампу использовал еще и трубу очень все круто единственное что если ты еще обогнул плазмоклимп страйфом это было вообще крутяк типиш 32,8 так легенды дракономании у нас пошли о неплохо он срезал себе высоту прыжка этим поребриком там так все очень очень хорошо страйфом тоже не огибал или возможно даже плазма быстрее кто знает так кидает три ракеты все три словил и просто приземлился неплохо неплохо очень даже неплохо так 31,8 на пару десятков так скажем перебил его хейз кипиш кстати топ 3 поздравляю тебя я немножко теряю хватку уже давно обзору очень не писал 31,8 хейз второе место поздравляю тебя тоже хейз старайся лучше как всегда во при джампе пошли хотя можно было еще кружочек навернуть еще рампу заюзать если этого никто не сделал это когда это easy wear так сказать так хороший трикс и от внутренней стены мало ла тец 31,8 ну и икарус как вы думаете давайте так я делаю предикшн если все более-менее совпадает мы ставим икарусу импрессив за оригинальность так сказать потому что этого никто не делал а если он просто как-то очень быстро там всякий мгб прошел то мы ему ничего не ставим и говорим иди старайся лучше и вообще делай 25 итак мой предикшн на старте делаем приджамп используя рампу у стены чтобы высоко то есть мы используем трубу и рампу у стены чтобы очень быстро вылететь далее мы используем трубу на стрейфе когда в ней спадаем на пады и там стараемся ну там ладно это не существенно но в общем-то юзаем трубу и возможно он прострейфил как раз на максимальной скорости просто по трубам либо трубу плюс падает далее он набирает очень много скорости он стрейфом огибает плазму потому что это скорее всего быстрее потом он сразу падает во первых дырку перед ракетом на ракетах очень быстро падает вниз делает очень себе делает очень много скорости использует рампу с накидыванием ракеты наперед либо без ракеты наперед ладно уж и в конце ну в конце конец как конец не знаю давайте посмотрим мой предикшн давай не подведи слабенько вот так так гб так стрейф гб ее я думаю что икарус во первых красава потому что демка получилась очень комплексная во-вторых давайте включим таймскел 05 и новый кутри уж не будем встретятся пм давайте посмотрим и поставим ему естественно импрессив во-первых при джамп не очень и можно можно быстрее карус ты это знаешь возможно было тебе лень просто но можно гораздо быстрее во-вторых здесь он как вы видите упал еще поднабрал скорости чтобы попасть на ту трубу то есть он использовал труба плюс пад здесь гб угол с плазмой очень хороший но это конечно существенно если мы рассматриваем топ-тайм а вот здесь вот косяк с триггером потому что отбирается плазма не сразу при постижении так сказать пада а чуть позже поэтому это стало возможно я не помню я говорил или нет во время других демок и здесь две ракеты плюс рокет опис рампа но финиш вот финиш по моему по моему финиш можно быстрее ну можно ну ну видно же что роки ты не очень ну можно быстрее в конце с другой стороны вы скажете иди сделай я-то сделаю только а мне лень я уже свое отыграл ребят я я до фвц еще не отдохнул поэтому все отстаньте от меня я вот вам обзор все забирайте я вам со своей точки зрения сказал ну что давайте посмотрим собственно общие результаты в уеку три было 11 демок цпм 13 написали у нас 9 комментариев и обзор вы компаломус ты скинул не очень хорошую дымку следующий раз я увижу тебя на последнем месте я даже ее смотреть не буду понял не буду смотреть пиздос брич красиво сделал научить уже кто-нибудь няхал в биту розаров если ты смотришь этот обзор у нас есть по моему на канале в плейлисте дефраг теория в плейлисте урок по халпе туку 3 если нету ждешь стрим который вероятно будет сегодня то есть он скорее всего сейчас прямо идет во время премьеры поэтому если что иди на твич ищи меня точнее не ищи а просто на иконочку в подписках тыкаешь говоришь мне слы ты на обзоре говорил про халпбит я такой о ну пошли зайдем в кутри я тебе все объясню точнее не то что объясню но как минимум покажу или постарайся объяснить как это делать а там уже твое дело будешь ты не будешь это тренить а тренить халпбит тоже надо то будно да ну не знаю ну мне показал шоком полома сможет лучше возможно не было времени еще что-то но выглядит так как будто просто записал и отправил в общем то ладно все ребят такая вот карта сейчас у нас идет варкап 273 бдф комп 037 это у нас маппер анвенты хам я эту карту помню могу сказать вам только глхф потому что карта не очень но она какая-то типа стрёмно все тесно так ну а по типичный улдскул ну и варкап экстра слип слик инх 2 это наверно как in the rank совместил до инх есть гранат ракета шафт даже есть плазма хейст все есть кроме квада только нет не хватает квада ну эту карту я уже не знаю на кайта не знаю может и играл но не по всяком случае не помню все ребят всем спасибо приходите если что на стримы а и еще маленькое объявление скоро мы закончим 2 делать ст 2 эта карта такая если что то кто-то спрашивал что такое ст 1 ст 2 это карты это самые обычные грубо говоря стандартные карты мы почти их доделали в ст 2 мы просто немножко переделываем еще телепорт ну чтобы модель была не не точь-в-точь а мы как бы грубо говоря свой телепорт делаем но немножко видоизменяем его в целом почти все готово так что я думаю в конце недели даже возможно уже конец недели ладно в начале следующий скорее всего либо даже реально до скорее всего в начале следующий будет следующий стрим сегодня и в общем 13 числа и на следующей неделе от 13 числа все они это не путайте и мы скорее всего если все успеем то уже будет стрим именно по дефрагу 2 все расскажем все покажем кому интересно пожалуйста приходите обязательно будет еще объявление на ютубе в виде сообщения сообществу да как это там называется типа на стене на своей а на ютубчике обязательно напишу на в группе df2 тоже будет естественно анонс поэтому ребят все кого нет еще все еще в группе df2 обязательно приходите ссылка в описании также нам до сих пор требуются моделлер и дизайнеры графические дизайнеры любые дизайнеры кто может рисовать так или иначе концепт артисты мапперы которые хотят как-то помочь и могут освоить попробовать освоить андрил андрил на самом деле не очень сложные как минимум геометрию там делать очень комфортно и просто ну ладно может не совсем прямо просто вроде эти может чуть попроще но тем не менее некоторых моментах андрил в разы лучше чем радиант нигер конечно не согласится но мы нигер и не спрашиваем собственно в общем то все обязательно приходите если какие-то вопросы по df2 с чем помочь и так далее пишите мне в личку дискорде я вас обязательно перед направлено наших генеральных так сказать разработчиков они вам напишут и уже скажут дадут список дел вы сами сможете посмотреть что нам надо сделать и выберите так себе так сказать себе задачу по силам ну и все ребят все всем спасибо за просмотр извините что так в конце затянулась не очень хотелось бы но про df2 сказать надо мы над этим уже долго работаем я очень устаю от этого я бы хотел чуть-чуть отдачи от вас хотя бы лайками не знаю комментарии пишите что до df2 ждем это это очень помогает на самом деле особенно генеральным разработчикам потому что обычно шумихи никакой нету и все просто же тихо ждут а вы давайте по хайпим по хайпим df2 выглядит очень классно и есть уже скриншоты карты st1 в дискорде 2 так что тем более заходите все все теперь точно все все всем удачи всем спасибо приходите на стримы всем пока